У меня трясутся руки, у меня трясутся ноги, у меня просто слезились в этот момент глаза. От мастеров реально воняло. Барикмахеры не признают жёлтый на блондинках. Вы мне просто позавидовали, что я там красивая девушка яркая. Они говорят, у тебя просто железная выдержка, как ты могла так спокойно разговаривать, потому что девушка, мягко говоря, была не в адепате. Я вижу каре. Ну, я вижу какое каре. Ну, тут как-то вот так, тут как-то вот так. Приносили огромные букеты в салон и просили личный номер телефона. Когда приходят на окрашивание с грязной головой, там вот такой вот слой с сала, и когда приходишь стричь кончики к парикмахеру, он хочет тебе отфигачить половину длины. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Люба, и в своих видео я рассказываю о красоте, об уходе за собой и немного о жизни в Швеции. Если тебе интересна данная тематика, подписывайся на канал, ставь пальчики вверх под видео и оставляй комментарии. И на сегодняшний день вас у меня уже тысяча человек. Я благодарна каждому за подписку, за то, что вы поддерживаете канал комментариями и лайками. И я знаю, что многие из вас пришли ко мне благодаря видеороликам Shirts, в которых я рассказываю о волосах. Только о волосах, и эта тема интересна также многим из вас. И сегодняшнее наше видео будет посвящено как раз ответам на ваши вопросы и на комментарии. Я собрала, на мой взгляд, самые интересные комментарии, самые интересные вопросы с Инстаграм, с ТикТок, с Ютуб. И мы сейчас с вами откровенный будет разговор с парикмахером. Я расскажу, что нас раздражает в работе. Я расскажу про смешные ситуации. Я расскажу про наши страхи. Боимся ли мы, чтобы у вас упали волосы и так далее. Поделюсь с вами немножко опытом и освещу некоторые темы. Я думаю, что это будет интересно, потому что парикмахер тебе этого приличной встречи никогда не расскажет. Сначала хочу немножечко презентовать себя, что я парикмахер-колорист с многолетним опытом работы. В Украине я также работала технологом одного из брендов L'Oreal. Обучила множество мастеров, много салонов красоты по всему югу Украины. Сделала более тысячи роскошных окрашиваний, отрастила волосы многим своим клиентам. И, конечно, в моей практике также есть трэш-история. Те истории, которые парикмахеры прячут как скелеты в шкафу. Поэтому будет интересно запасаться попкорном. Я выделила для себя семь ваших провокационных вопросов, чтобы это видео не было сильно долгим, потому что бла-бла-бла, смотреть тяжело, послушать интересно. Поэтому поехали с первого. Начинаем. Самый большой страх парикмахера. Многие, наверное, скажут, что подпали волосы. Ну, если ты не знаешь технику и технологию, то, конечно, это будет страшно. Если ты все прекрасно знаешь, при этом работаешь с тест-прядью, и ты уже прогнозируешь результат окрашивания, какого качества будут волосы, то тогда не страшно. На самом деле, один из самых больших страхов парикмахера, наверное, процентов 70-ти, это не что подпали волосы, а это поднять свой прайс, поднять цены на свои услуги. На самом деле, с этим сталкиваются очень многие мастера, потому что я также обучала мастеров. И вот, Люб, что нам делать? Как нам сказать клиенту, что окрашивание теперь стоит дороже? Они же уйдут. Я считаю, что если мастер постоянно вкладывает деньги в свое обучение, в свое развитие, и при этом использует полученные навыки на практике, то вполне законно поднимать также цены на свои услуги. И второй момент, когда поднимается в продукции цена, когда дорожают расходные материалы, то так же самое мы здесь поднимаем свой ценник на 10-15, максимум 20%, то есть цены, они не растут сразу в два-три раза. И почему многие мастера боятся это делать? Возможно, они не уверены в том, что у них в своей клиентской базе, возможно, у них не такая большая клиентская база, но над этим как бы надо работать. Еще такой момент, что многим страшно работать с клиентом, трясутся руки, трясутся ноги. Это тоже бывает, но это бывает у тех мастеров, которые только начали работать. То есть вы понимаете, что те мастера, у которых стаж уже приличный, у них ничего не трясется, и они чувствуют себя уверенно. Когда только начинают, то да. Я тоже помню на самом деле своего первого клиента, это был парень, когда я только-только устроилась в небольшой салон в Одессе, он зашел с улицы на стрижку, и как раз в салоне работала я и хозяйка. Хозяйка в тот момент уехала, в салоне была только я. Мужчина присаживается на кресло, у меня трясутся руки, у меня трясутся ноги. Я вообще, в принципе, вся тружусь. Но, в общем-то, мы его постригли, я его постригла, и через два месяца он ко мне вернулся. Я, кстати, честно говоря, его даже не узнала. Мне уже хозяйка салона говорит, это же тот парень, которого вы стригли первый раз. Помните его? Я говорю, нет. Ну, то есть, да, такие моменты бывают у новичков. И еще один момент, но мне кажется, что это не относится прям к большим страхам парикмахерам, судя из опыта. Но это просто трэш. Это запах пота. Когда мне было 18 лет, я записалась поздно вечером на укладку в салон, причем в салон хорошего, высокого уровня. И, естественно, перед ужином я хотела сделать себе укладку. И девушка, которая работала, ну, ребят, это просто трэш. Ну, вы понимаете, она поднимала руки, делала мне укладку, а у меня просто слезились в этот момент глаза. Я эту укладку, эту девушку, этот салон запомнила, ну, до сих пор. Мне кажется, я их еще очень долго буду помнить. Естественно, мне уже потом никуда не хотелось идти ужинать, потому что, ну, это жесть, я считаю, это неприемлемо. Для меня это стало каким-то таким психологическим триггером, то есть у меня на работе всегда с собой и дезодорант, и духи, и запасные футболки, запасные гольфы. То есть это вообще полная табу. Закалите себе деспорт, купите себе дезодорант, держите его на работе, прям в рабочей тумбочке. Но это трэш, и на самом деле вот это самый такой запоминающийся момент, но так же самое были действительно моменты, когда от мастеров реально воняло. Ну, сори за прямоту, но это гигиена, это сервис, и сюда же можно отнести, когда мастер одевает открытый топ, топ без плечей и поднимает руки, а там, ну, ну вы сами понимаете. А там не сделана эпиляция, не сделана, не удалены волосы, но всегда и выглядит оно не совсем этично. Вообще по этике парикмахер должен работать во футболке, то есть то, что ссут плечами. Вот это вот такие вот страхи парикмахеров, и лично мои страхи. Второй вопрос, это почему парикмахеры не признают желтый на блондинках? Когда парикмахер сделал окрашивание, клиент говорит, что вот я желтая, а парикмахер говорит, нет, ты не желтая, это красивый оттенок. Ребят, здесь тоже все очень индивидуально, на самом деле, если у вас действительно желтый, то есть если у вас фон осветления, который плохо затонировался, что-то пошло не так, либо вас просто не тонировали еще, то в таком случае обязательно нужно, чтобы мастер это исправил здесь и сейчас. Вот, например, как это было в моей практике, мы выполнили тонирование, это было очень редко, но как бы никто не застрахован, мы выполнили тонирование, я всегда выслушиваю первую прядь у лица, чтобы показать уже тот оттенок, который мы получили, и тот результат, чтобы уже приблизительно клиент понимал, что у него на голове. И если в этот момент там он говорит, ну ты знаешь, ну мне кажется, что желтовать, что желтая знания никуда не ушла. И здесь вот у нас два пути развития, когда клиенту действительно кажется, и второй момент, когда действительно желтая знания никуда не ушла, и в этот, если это второй случай, то просто в таком случае мастер говорит, да, конечно, я прекрасно тоже это вижу, ты знаешь, давай еще 10-15 минут времени, я тебя просто перетонирую в моечке, и как бы цвет тебе понравится. То есть в этом ничего страшного нет, не нужно наступать в какую-то дискуссию, это желтый, нет, это не желтый. То есть когда вы действительно понимаете, что это косяк, то его нужно переделать. Есть мастера, которые не переделывают, которые там начинают убеждать в обратном, что нет, это красиво, или нет, это пшенично, или у вас такой пигмент. Какой пигмент? Ну, тут просто нужно заканчивать с этим мастером и искать себе нового. Следующий вопрос очень интересный, были ли у меня недовольные клиенты, расскажи подробно за эти ситуации. На самом деле, прям на 100% недовольные. У меня был один мужчина, когда я только-только начинала работать, это была моя мужская вторая или третья стрижка, и получается, я выполняла стрижку, он посмотрел, он сказал, что это жесть, и что у него жена парикмахер, и что мне только учиться и учиться. Ну, в принципе, у тех парикмахеров, которые только начинают работать, и по моим наблюдениям, и сколько раз даже у нас в салон устраивались работать девочки, которые только после колледжа, это бывает со всеми. То есть это абсолютно нормально, но в такие моменты просто нужно предупреждать, я считаю, что это ответственность салона, который вас нанимает на работу, что нужно предупреждать, что мастер — новичок, но вы же понимаете, что в салон хочется заработать деньги, и никто не будет предупреждать клиента, что мастер только-только после колледжа, и вообще он первый раз, грубо говоря, делает стрижку в салоне. Поэтому такие моменты неизбежны, к сожалению. Поэтому, как найти мастера, у меня есть видео на канале. Ещё у меня был очень интересный случай. Девушка ко мне пришла на сложное окрашивание, всё было технически выполнено прекрасно, но даже приближённое к её пожеланиям, то, то, на которое она хотела, я высушиваю прядь у лица, у неё начинается истерика. И я просто, ну, как бы встой в шоке, она говорит, «Это вообще всё не то, это ужасно, а мне не идёт, а я как все, я серая мышь теперь с этим цветом, сделайте что-нибудь». Но мы парикмахеры, мы должны быть также немного психологами, и у нас должна быть вот это, знаете, keep calm, умение разговаривать с клиентом, умение решать конфликтные ситуации. Я начинаю здесь пояснять, что это именно то окрашивание, которое она хотела, это именно тот оттенок, которое она хотела, что ей он очень идёт. Она говорит, «Ну, просто сушите, и всё, уже отпустите меня, я больше не хочу сидеть в кресле, смотреть на себя в зеркало». Окей. Я выполнила укладку, но я-то понимаю, что работа технически выполнена правильно, нигде никаких пятен, нигде никаких нет косяков, волосы в прекрасном состоянии, оттенок, который она хотела, и то же самое окрашивание, которое она хотела. То есть коллеги стоят вот с таким вот открытым ртом. Дальше, когда уже в США и волосы, пришло время рассчитываться, она устроила скандал. Грандиозный скандал, что у вас вообще руки не с того места растут, это ужасно, вы мне испортили внешность, вы мне просто позавидовали, что я там красивая девушка яркая, вы захотели из меня сделать серую мышь, вот почему-то именно вот серая мышь преследовала меня на протяжении вот всего этого конфликта. И она была супер-супер недовольна. Ну, я, естественно, стою спокойно, это все выясняю, что не нравится, что нравится. Говорю, хорошо, говорю, прекрасно, говорю, давайте, говорю, возможно, вам непривычно. Вы походите так один-два дня, если все же что-то не так, то позвоните мне, и мы вас перетонируем в тот оттенок, который вам может быть пригнется больше по душе. Когда она вышла с салона, мне коллеги аплодировали стоя. Они говорят, у тебя просто железная выдержка, как ты могла так спокойно разговаривать, потому что девушка, мягко говоря, была не в адеквате. И на самом деле она мне перезвонила через два дня, и я думаю, ну, наверное, хочет все-таки перетонироваться. И она мне звонит и говорит, Любочка, простите, пожалуйста, если я так неадекватно вела, мне так стыдно за свое поведение. Вы знаете, окрашивание настолько шикарное, мне так нравится. Просто у меня ровно в тот момент бросил парень. Мы с ним поругались, он решил, что мы расстаемся, а вот сегодня мы с ним помирились, он увидел меня новую, он увидел мое окрашивание, он сделал миллион комплиментов. Я сама присмотрелась к себе, мне очень нравятся мои волосы на сегодняшний день. Вы действительно отличный мастер, я не знаю, как вы выдержали мою истерику. Я говорю, спасибо вам огромное, как бы буду приходить к вам снова. Ну, конечно, после этой ситуации я ее больше к себе не записывала, но это уже отдельная история. И сейчас такой момент, что клиенты могут быть недовольны, особенно девушки, которые кардинально меняют внешность, это выход из темного, это из натурального в блонд, это из любого другого оттенка в блонд, либо это яркие оттенки. И в тот момент, когда уже мы, мастера, высушиваем его волосы, мы иногда можем услышать фразу, что мне не нравится. Но это не потому, что не нравится, а это потому, что действительно это непривычно. То есть в таком случае я всегда, вот я, например, говорю, вы походите пару дней, вы привыкнете, вам понравится. Если не понравится, мы всегда можем вернуться вот в тот оттенок исходный, который был. То есть, ну такие моменты действительно бывают, а бывают довольно часто, потому что это психологический момент. То есть вот ты пришла такая натуральная, у тебя был один образ, а вот сейчас ты сидишь яркая, платья новая блондинка, и тебе уже нужно и макияж другой, и брови другие, и одежда другая. И, конечно, это непривычно, и это абсолютно нормально. Так должно быть. То есть если сразу да, 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 класс, мне всё нравится, то такое тоже бывает. Но чаще всего людям непривычны. Это так же самое, когда вы носите постоянно чёрную одежду, а сегодня вы одели яркий зелёный тренч. Вам тоже будет немножечко казаться что-то дискомфортным, хотя тренч классный, качественный, и сидит на вас хорошо. Смешные случаи в работе. Следующий момент. Смешные случаи в работе, наверное, такой один из самых запоминающихся был, когда девушка мне позвонила поздно вечером, и говорит, очень-очень срочным, нужно записаться на стрижку. Пожалуйста, нам хотя бы 30-40 минут какие-то выдели. Окей, у меня как раз там было окошко на следующий день с утра. Ну как, это было не окошко, я просто приняла перед работой на час раньше. Значит, она ко мне приходит, садится в кресло, и я вижу каре. Ну, я вижу какое каре. Ну, тут как-то вот так, тут как-то вот так, тут косо-криво, непонятно. Я говорю, что с волосами? Ну, я вчера напилась, потому что мы расстались с парнем, я сидела дома одна, взяла в руки ножницы и решила обрезать себе каре. Можете теперь это, пожалуйста, выровнять? Ну, то есть, вот такой случай был. Каре, когда мы расстаемся с парнями, это действительно и шутка, и с другой стороны, в каждой шутке есть, как бы, да, только доля шутки. Какие еще были такие смешные моменты, чтобы вспомнить? Наверное, это тот период, когда я еще стригла мужчин. Почему-то некоторый процент из этих мужчин считал, что вот мне прям очень сильно нужны отношения и вот именно с ним. И бывали случаи, что приносили огромные букеты в салон и просили личный номер телефона, когда я еще не работала с личным номером телефона, когда был такой рабочий. И вот один парень на протяжении двух недель он приносил нам с девчонками, всему коллективу, еду из Макдональдса. То есть каждый день в обед в одно и то же время он им привозил три Big Mac меню. И потом, получается, когда уже прошло две недели, он вычислил мою машину, он стоял у меня, ждал возле машины после рабочего дня и решил поговорить, что так-то так-то. Он такой классный, заботливый, вот он, я ему так сильно понравилась, он хочет со мной серьезных отношений. Мне на тот момент это было не актуально. Ну, как мне? Это мы девушке-то говорим, да? На самом деле нам просто не актуально с тем мужчиной, с которым мы лечим кучу поводов, чтобы отказ дать. Ну, в общем, на этом наше общение закончилось. Хотя это было очень мило. Следующий вопрос, что весит парикмахера? Вот скажу конкретно на моем опыте, что мне не нравится. Это если с клиентом предварительно не проговорил тот нюанс на консультации, что на окрашивание приходить с не грязной головой максимум три дня назад. Вы ее мыли, и сегодня вот у вас окрашивание. То есть, когда приходит на окрашивание с грязной головой, там вот такой вот слой сала, и, конечно, это приходится все заново перемывать, сушить, это лишнее время, лишние ваши же деньги. То есть на окрашивание не нужно приходить с грязной головой. Это такие устойчивые привычки из прошлого. На сегодняшний день это уже не работает. Второй момент, это не из моего опыта, потому что мужчины на самом деле уже очень давно не стригло. Из моих наблюдений, когда к моим коллегам приходили мужчины с их женами, девушками, и девушки стояли вот так вот, или жены, а вы там ему не сильно много сняли, а какой насадкой вы сейчас работаете? А вы знаете, что у него тут вихрь? А вы тут посмотрите? А вот тут не сильно коротко? А тут, может, подлиннее? Ой, вы знаете, ему так не идет. Ой, а может, не надо быть голой? И вот когда постоянно вот этот контроль, контроль тотальный, и даются советы, ну, такое. Это не очень комфортно работать, ну, это ужасно. И третий момент, наверное, такой, что когда клиенты очень сильно ерзают, крутятся в кресле. То есть наша задача набрать максимально быстро прядь, потому что время идет, продукт работает, нам нужно там уже смывать, там еще доносить. Когда клиент крутится, когда, ой, нужно сумочку, ой, телефон позвонил, или, ты знаешь, слышишь, слышишь, да, слышишь меня? И когда ворачивается постоянно голова, мы вас прекрасно слышим. Если вам нужен телефон, попросите нас, мы вам поможем, мы вам подадим сумку. Если вы с нами разговариваете, мы можем с вами разговаривать, прекрасно контактировать через зеркало, для этого не обязательно поворачивать голову. Если нужно что-то еще также достать, мы вам это поможем сделать, только, пожалуйста, не крутитесь. Пачкала ли я когда-то красителем либо пудрой одежду клиенту? Так, чтобы это были явные пятна, и по всей спине такого не было. Смотрите, ребят, тут такой момент, вот даже мне сейчас за последние два года, вот как я живу в Стокгольме, мне испортили три кофты, но я никаких претензий не имею, потому что вы прекрасно знаете, куда вы идете, вы прекрасно знаете, что там будет работать с красителем. Бывают случаи, что краситель где-то может с вас слететь, где-то вы можете сами вымазаться, потому что клиент чаще всего в кресле крутится, от этого осыпается пудра, потом мы кладем наши ручки на подлокотнике, и потом ручки уже эти все в пудре, рукава. Вот такая ситуация, такие ситуации у меня вот несколько раз, там немного, буквально были, потому что я всегда стараюсь предупредить клиента, пожалуйста, не ерзайте, пожалуйста, аккуратно пенюар, пудра осыпается, пудра с одеждой не отстирывается, поэтому сидим аккуратненько, если вдруг где-то осыпалось, я подойду, всегда это уберу. Так же самое, когда мы шли смываться и возвращаясь обратно в кресло, кресло все в осыпанной пудре, потому что клиент ерзает, время идет, пудра осыпается, я всегда это кресло до чиста, каждую пылинку буквально с него сдувала и протирала, и клиент возвращался уже в чистое кресло. Но никто не застрахован от этих моментов, поэтому я вас очень прошу, никогда не одевайте в салон на окрашивание, дорогие классные вещи, которые вам очень нравятся, которые вы бы еще носили и носили. Одевайте то, что вам не жалко. Если нужно идти ехать куда-то дальше после окрашивания, я возьму с собой переодеться, все. И последний вопрос, прям вишенка на торте, почему, когда приходишь стричь кончики к парикмахеру, он хочет тебе отфигачить половину длины? Ребят, ну здесь тоже человеческий фактор. То есть парикмахеры разные. Если пожелание клиента сними мне самую пыльку, сними мне там полу сантиметра, сантиметра с моих кончиков, окей. Если там действительно совсем все критично, вы просто объясняете, смотри, ну тут у тебя уже совсем тонко, и ты даже не заметишь разницу, если я тебе сниму три сантиметра, и это будет смотреться намного лучше. Те парикмахеры, которые предлагают истричь сразу пол длины, но я тоже не вижу в этом особого смысла, потому что если действительно нужно отстригать пол длины, в таких случаях, например, я говорю, что давай мы с тобой сейчас снимем немного, через два месяца ты ко мне придешь, мы снимем еще чуть-чуть, через два-три месяца ты ко мне придешь еще раз, мы подстрижем тебе концы, еще тоже немножечко, буквально на два-три сантиметра, у тебя уже будет плотный красивый срез и здоровые концы волос. То есть лучше по чуть-чуть, чем один раз и много, потому что концы они все равно остончаются, они трутся об одежду и так далее. Поэтому один раз и много, ну просто бегите от такого парикмахера. Я надеюсь, что это видео вам было интересно, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, напишите в комментариях, с радостью с вами пообщаюсь. Если понравилось это видео, ставь пальчик вверх и подписывайся на канал. Всем хорошего дня, хороших, красивых волос и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok